Всем привет! Позавчера, 12 мая, Дуров объявил о завершении блокчейн-проекта ТОН. 7 мая, напомню, сообщество FreeTone Community запустили блокчейн-платформу FreeTone без участия Паши, которому мешает судебный спор с американским регулятором. Группа захвата готова? Да, готова. Сегодня обсудим перспективы проекта, но прежде чем мы начнем это делать, пожалуйста, поставь лайк этому видео за нашей стороне. Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Телеграм в ТОН закончилось. Вы можете увидеть или уже видели сайты, использующие мое имя, бренд Телеграм или аббираттору ТОН для продвижения своих проектов. Не доверяйте им свои деньги или данные. Написал Дуров в своем Телеграм-канале. По официальной версии Телеграм больше не может участвовать в развитии ТОН по юридическим трудностям. Но технически ничего не поменяется. В течение месяца дополнительно будут выпущены децентрализованный браузер серп, и стейкнгпул, а также токен ТОН кэш. Также ранее планировалось, что в платформу будет интегрирован ТОН сайт, что уже прозвали как Даркнет 2.0. Ну вот, теперь, когда насмотрят еще и кладмены, и пользователи Гидры, я продолжу. По сути, это специальные, защищенные от любого воздействия регуляторами сайты, на которые можно попасть только с платформы ТОН, то есть ссылки вида ТОН бойной слэш. Они даже представляют из себя платежи, которые могут выполняться пользователями в случае, если у них установлен кошелек ТОН-Валет. И технически ТОН-сайт похожий на обычные сайты, но получение доступа к ним происходит через сеть ТОН, что уже, согласитесь, звучит очень похоже с ТОР. Она является оверлейной сетью внутри интернета, а не проходящей через интернет. У каждого такого сайта есть IDNL-адрес, заменяющий привычные IP-адреса. И запросы обрабатываются через протокол более высокого уровня. Необходимости в HTTPS нет, так как шифрование обрабатывается ADNL. Доступ к существующим ТОН-сайт и создание новых сайтов на базе ТОН возможен путем использования специальных шлюзов между классическим интернетом и сетью ТОН. Анонимный доступ осуществляется с помощью прокси-протокола, который работает локально на клиентской машине. Сайты создаются с помощью обратного HTTP-прокси, который работает на удаленном сервере. Кто запустил Фритон? На момент запуска декларацию подписали более 170 участников, а к вечеру 7 мая число подписавших превысило 1 тысячу. Помимо ТОН-лабс, технологического партнера Telegram, среди партнеров Фритон названы биржи криптовалюты Куна и Цех Айо, а также инвестиционные компании Докия Кепитал и Битскейл Кепитал. ТОН-лабс опубликовали в открытом доступе на GitHub основные компоненты операционной системы ТОН-ОС, необходимые для работы с блокчейном Фритон. Это реализация полной ноды ТОН, фраст, интерфейс командной строки, смарт-контракт ТОН Multisignature Wallet, скрипты и док-контейнеры для запуска валидаторов ТОН. И да, я понимаю, о чем говорю. Не смотрите на меня, как на блондинку. Все компоненты системы будут доступны по лицензиям свободного ПО, так как ранее команда ТОН-лаб стала членом фонда свободного программного обеспечения. По словам разработчиков, публичный блокчейн с закрытым исходным кодом абсурден, и они будут максимально поддерживать свободное использование ПО, чтобы у пользователей была абсолютная свобода в сети. То есть они могли копировать, распространять, изучать, изменять и улучшать программное обеспечение. Звучит, конечно, многообещающим, но мой бывший тоже мне заливал красиво. Всего будет выпущено 5 миллиардов ТОН, из них 85% бесплатно получат партнеры и пользователи сети. Эти токены распределят по реферальной программе, и ТОН можно будет получить за привлечение новых пользователей. 10% достанутся разработчикам и 5% валидаторам. Сообщество FreeTone поясняет, что больше никак не связано с Телеграм, инвесторами и спором SEC против компании. Но при этом ТОН имеет все свойства криптовалюты, с помощью которой осуществляются платежи. Ранее Дуров предлагал вернуть инвесторам 72% сейчас, или подождите и получите 110% через год. Потом предложил, что если Телеграм выплатит деньги в период с 1 мая по 31 июля, то он сможет выплатить проценты по меньшей ставке, и инвесторы не получат обещанные им ранее 110% инвестиций. Но в итоге согласился на уступку и пообещал, что доходность 110% от ложных средств они получат даже при досрочном погашении займа компаний. Будущее FreeTone выглядит туманным, поскольку платформа не может встроиться в существующие экономико-политические реалии. Телеграм грязит иской стороны американских инвесторов в Грам, и есть мнение, что без аудитории Телеграм, то он не представляет особого интереса. Хотя знаете, когда вышел посад в новом кузове, все к нему тоже сначала сомнительно относились, а потом как начали скупать, это я к чему? Поживем мы видим? Не забудь поставить лайк этому видео и удачи во вложениях, а также тем, кто гадает троечка мне или двоечка в комментариях. А, и напомню, что после каждого нового ролика мы отправляем 500 рублей за комментарий. Все подробности читаю в описании. Всем пока, не болейте! Субтитры сделал DimaTorzok